Дарья Баранова в этом году закончила Варнавинскую среднюю школу. По результатам ЕГЭ Даша набрала наивысший балл сразу по двум предметам – русскому языку и химии. Это усидчивость, это желание трудиться, это желание достигать своей цели, потому что в будущем я хочу связать свою жизнь с медициной. Уже второй год подряд выпускников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов сразу по двум предметам, в Нижегородской области – шесть. Среди них выпускница этого года – Катя Чебуханова. Ее конек – химия и биология. Я с самого детства уже определилась с сферой своей будущей деятельности – это медицина, так как мои родители оба врачи, и я всегда себя видела тоже доктором и буду поступать в Нижегородскую медицинскую академию. Количество стубальников по ЕГЭ гораздо выше, чем в прошлом году. 141 работа против 116 в прошлом. Нижегородские школьники завоевали почти 30 призовых мест на всероссийских олимпиадах. Анастасия Булганина создает образы для нижегородского спорта. Я делала детскую коллекцию спортивную. Для художественной гимнастики костюмы были представлены, балет, фигурное катание и другие виды спорта. Сдать ЕГЭ на 100 баллов может каждый школьник, говорят выпускники и их родители. Главное – качественное базовое образование. Труд, труд. Интернет есть, книги есть, поэтому желание ребенка самое главное. И возможности поступить в хороший вуз тоже зависят, я считаю, от желания. Лучшие на все 100 сегодня встречаются с Сергеем Шевченко. Замгубернатор Нижегородской области говорит, сегодняшние выпускники – блестящий кадровый потенциал для молодежного парламента и в дальнейшем могут стать резервом команды правительства Нижегородской области. И к их мнению уже прислушиваются. У нас создана такая возможность губернаторам так называемого молодежного правительства. И я ребятам об этом сегодня сказал и пригласил их активно участвовать в развитии креативных мыслей, тех предложений, которые у них есть. Мы с большим удовольствием это будем все на этой площадке развивать. Креативные мысли и дают возможность развиться любому молодому человеку. Если он активно их позиционирует, активно их доказывает, мы видим в этом перспективу. Конечно же мы таких ребят хотели бы видеть у себя в молодом так называемом нашем молодежном правительстве. С удовольствием. Основной период ЕГЭ проходил с 28 мая по 2 июля. В экзаменах приняли участие около 14 тысяч выпускников школ. Анастасия Рябова, Алексей Захряпин. Время новостей.